Привет крипто друзья! Ну что, биткоин у нас потихоньку продолжает карабкаться вверх и даже на отдельных биржах, например на BitFenix он достигал уровня 6190 долларов, в то время как на других биржах он даже не пробивал 6000. Но тем не менее, да, он немного просел, но судя по графику он все-таки хочет потихоньку карабкаться вверх. И сейчас многие криптоэнтузиасты задаются вопросом, а стоит ли перекидывать биткоин в альты, когда время закупать альткоины. Сегодня как раз таки я хочу поговорить на эту тему, но опять таки это не финансовый совет, это всего лишь мое мнение, ну и немножко исторических данных. Итак, настало ли время покупать альткоины? Если оно не настало, то когда в принципе можно покупать альты? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, я предлагаю ознакомиться с процентом доминации криптовалют. Есть такой график, да, и здесь указана общая доминация всех криптовалют, то есть доля рынка. Если мы посмотрим на вот этот оранжевый цвет, это как раз таки он символизирует доминацию биткоина на рынке криптовалют. Если мы посмотрим ниже, то мы можем заметить другие альткоины, да, например вот светло-голубым цветом это Ripple, да, например вот темно-синим, практически фиолетом. Такимым цветом это график эфириума, а например остальные альткоины, да, соответственно это вот этот вот белый цвет. Так вот, исторически, если доминация биткоина была на своем пике, например, если мы посмотрим, допустим вот 11 августа 2013 года, доминация биткоина была практически 95%. Вот как раз таки на пиковом значении доминации биткоина все остальные альткоины были в очень серьезной просадке. Но как только пиковое значение начинало спадать, да, вот например мы посмотрим 22 декабря 2014 года, как раз таки доминация биткоина упала аж до 78%, но при этом альты очень сильно выросли. И мы можем посмотреть, да, здесь вот такая вот гора образовалась альтов, и соответственно ихняя капитализация очень сильно увеличилась, потому что капитализация альтов, она была относительно маленькая, и их было очень легко пампить. И я предлагаю также ознакомиться с данными сайта, который называется webarchiv.org, я ссылку на него оставлю в описании. На этом сайте в принципе можно смотреть архив многих сайтов, да, и того же сайта CoinMarketCap. Здесь мы его ввели, и соответственно у него есть архивные данные, то есть скриншоты данных этого сайта аж с 2013 года. И я вот предлагаю посмотреть, что происходило. Так, что у нас? У нас получается было 11 августа 2013 года, и у нас было 22 декабря 2013 года. Так, не всегда можно найти именно 11 августа, я нашел именно 19 был скриншот. И вот мы можем посмотреть, что 19 августа стоимость биткоина была 483 доллара. Но когда доминация биткоина очень сильно просела, да, и вот уже в это время, да, когда у нас было 22 декабря 2013 года, смотрите, биткоин просел, да, стал дешевле, но при этом капитализация во всего рынка увеличилась, да, и альткоины очень сильно выросли. То есть если мы, например, будем смотреть, да, 483 доллара, Ripple вообще стоил копейки, да, даже полцента не стоил. А на этом графике Ripple уже у нас стоит 2 цента, то есть уже вырос, да, в 5 раз. При этом лайткоин стоил, да, 2.87, а до этого, когда доминация биткоина была большой, альткоин, видите, лайткоин, он был в 2 раза больше. То есть не на все альты это влияет, но в целом, да, капитализация именно альткоинов, она очень сильно увеличилась, да, если мы будем смотреть на все остальные альты. Теперь давайте посмотрим, например, на другие значения, скажем, вот этот вот пик у нас был 20 февраля 2017 года. Доминация биткоина была 86% и потом она резко полетела вниз, да, аж до своих практически исторических минимумов, до 39%. Это было в июне 2019 года. И смотрите, мы тоже можем посмотреть по показателям, то есть это у нас что? Это у нас февраль 2017 года, да, и, соответственно, видите, капитализация биткоина была практически 17 миллиардов и стоимость одного биткоина была 1047 долларов. Вот опять вернемся, вот этот показатель, да, февраль, 20 февраля 2017 года, здесь у нас 19 февраля 2017 года. При этом эфириум у нас стоил 12 долларов, да, риппл у нас так и стоил, да, очень сильно просел и, соответственно, цена у него была маленькая, у лайткоина была цена 3.75. Но если мы посмотрим на время падения, да, 39%, когда у нас была доминация биткоина в июне 2017 года, в том же году, то мы можем посмотреть, что... Так, нет, следующее. Мы можем посмотреть, что биткоин тоже вырос почти в 2,5 раза, но при этом эфириум, да, уже стал 377 долларов, а риппл стал 27 центов, лайткоин стал почти 50, ну не почти 50, 49 долларов, да. А мы можем посмотреть, что тогда эфириум стоил всего лишь 12 баксов, а риппл даже одного цента не стоил. То есть, видите, капитализация биткоина упала и эти деньги, они не покинули сам рынок криптовалют, да, они просто перешли в альты. И поэтому мы здесь можем увидеть, да, что биткоин у нас падает, капитализация и рыночная доминация, да, доля рынка. И, соответственно, альткоин и эфириум и риппл все растет и все доходило до своих исторических максимумов. Теперь мы можем посмотреть на еще один вариант, да, это у нас было 4 декабря 2017 года, когда доминация биткоина опять выросла практически до 60%, да, вот у нас это значение 5 декабря. Биткоин уже стоил практически 12 тысяч долларов, да, при этом эфир 465, биткоин кэш, да, риппл и так далее. Но если мы посмотрим на падение, да, сразу же достигнув практически 60%, да, доминация упала до своего уже реально исторического минимума, до 33%. Но при этом мы можем посмотреть, да, что альткоины вместе с эфиром, да, и с другими, да, альткоинами очень сильно выросли. И мы можем посмотреть, что эфир тогда доходил у нас, да, до аж 1200 долларов, биткоин кэш практически 3000 долларов, да, кардана уже потом появилась, лайткоин практически, да, 300 долларов и так далее. Причем биткоин тоже вырос, да, но если мы будем брать соотношение, риппл стоил, скажем, 24 цента, биткоин 12 тысяч долларов, то биткоин вырос всего лишь, да, на сколько там, на 40%, а риппл уже достигал, да, трех баксов. И тот же самый лайткоин, и нем хорошо подскочил, да, и кардана, и тогда уже трон появился, да, с капитализацией практически в 12,5 миллиардов долларов и так далее. Так вот, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что сейчас мы достигаем, да, достаточно высокой доминации биткоинов, 55%. Последний раз это происходило, да, в сентябре 2018 года. Что касается сейчас, мне кажется, что ралли биткоина у нас будет продолжаться, да, потому что в биткоин начинают вливаться деньги. Но по моему мнению, опять-таки это всего лишь мое мнение, когда мы достигнем вот этих вот 60%, да, предыдущих пиков, то тогда мы можем видеть очень сильный спад доминации биткоина, и деньги просто начнут перетекать в альты. Поэтому, в принципе, да, можно ожидать очень хороший памп всех альткоинов. Скорее всего, это будет ближе к лету, да, может быть, к середине лета, а может быть, к осени. Но опять-таки это всего лишь мое мнение. И почему исторически это будет происходить? На это есть две причины. Первая причина – это то, что альткоины, они не потеряли свою фундаментальную ценность. То есть многие альткоины даже увеличили свою фундаментальную ценность, потому что многие проекты начали запускать свои основные сети, да, начали появляться партнерства. То есть это не просто были белые бумаги с идеями. То есть уже у многих проектов уже есть реальные продукты, либо другие проекты уже приближаются, да, к релизу своих реальных продуктов. Ну и второй, да, случай, вторая причина, которая, по моему мнению, считается самой главной – это то, что абсолютно все на этом рынке хотят увеличить количество биткоинов в своем портфеле. А как это сделать? Просто пампить другие альты и опять перекидывать в биткоин. Вот таким вот образом работает этот механизм. Ну что, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Просто мое мнение, пишите, что вы думаете по этому поводу. Да, еще раз спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, да, все как обычно. И всем пока!